Замедление годовой инфляции в России. Униклиника КФУ лучше в Поволжье. Всероссийский пленэр 2022. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Амир Ахтямов. 24 августа в Казанском федеральном университете стартует заселение иногородних студентов-первокурсников. В преддверии этого в корпусах деревни Универсиады и студенческого городка стартовали подготовительные мероприятия. Специальная комиссия оценивает состояние комнат и мест общего пользования. Всего сформировано 11 комиссий, в состав которых вошли сотрудники Департамента по молодежной политике, студенческого городка, деревни Универсиады, заместители директоров по социальной и воспитательной работе, международные деятельности институтов, кураторы академических групп, представители студенческих советов институтов, активисты первичной профсоюзной организации студентов. Обход общежитий пройдет с 17 по 19 августа. Ежегодно в августе месяце в университете начинается осмотр общежитий, их готовность к заселению новых студентов, которые впервые будут заселяться в общежитие. Сейчас для комиссии очень важно пройти все именно жилые корпуса деревни Универсиады, все общежития студенческого городка, то есть у нас ни одно общежитие не остается без внимания. И очень важно посмотреть именно глазами студентов, что видят студенты, потому что в первую очередь целевая аудитория – это студент, когда заезжает в общежитие. Что нужно для его комфорта? На самом деле не ожидала, что в общежитии будет настолько комфортно жить. Мои родители не ожидали, я фотографии показывала, они не верили. Всегда кухня чистая, потому что тут порядок соблюдается. Ванная отдельная – это тоже большой плюс. Я жила в других общежитиях, и это первое, где я такое вижу. Мне правда очень нравится жить в общежитии. Тут и сообщество людей очень сильно развитое. Я не встречала здесь людей из моего региона, я из Свердловской области. Ну, все-таки это далеко от Татарстана. Но при этом я познакомилась с людьми со всех вообще концов России, и это действительно, ну, очень хорошо дополняет студенческую жизнь. За минувший месяц в российских регионах замедлилась годовая инфляция. Что стало причиной явления? Все подробности смотрите далее. Годовой показатель инфляции за минувший месяц снизился в большинстве российских регионов. Однако в этот раз на снижение темпа инфляции повлияли не только сезонные факторы, но и насыщение рынка отечественной продукцией. Эксперты отмечают, что темп прироста цен на продовольствие снизился во всех федеральных округах. Основной вклад в замедление продовольственной инфляции внесло удешевление овощей, фруктов, а также укрепление рубля как валюты. Дальнейшая инфляция, она будет зависеть, конечно, от дальнейшего развития ситуации и в глобальной экономике, и в части новых санкций и ограничений. Поэтому со стопроцентной вероятностью утверждать ничего нельзя. Но, скорее всего, инфляция может снова вернуться к более высоким значениям осенью и зимой. Но, тем не менее, она будет оставаться в рамках приемлемых значений, по крайней мере, не выше, чем она была традиционно в последние несколько лет. Эксперты подчеркивают, годовая инфляция уменьшилась, но по-прежнему остается высокой. По прогнозам, она должна снизиться как минимум до 15% до конца года. Однако у Центрального банка России в планах приведение показателей годовой инфляции к 4%. Я думаю, что если не будут возникать какие-то негативные дополнительные внешние факторы, то инфляция может вернуться к 4%. Ну, если не в начале 2023 года, то к концу 2023 года это вполне достижимо. На данный момент Республика Татарстан входит в ряд регионов, в которых наблюдается замедление инфляции. Однако здесь в сфере услуг цены, напротив, выросли. Основной вклад в такую динамику цен нанесли увеличение тарифов на коммунальные услуги и снижение количества доступных направлений зарубежного отдыха. Маргарита Михайлова, Универньюз. Высокий уровень выбросов загрязняющих атмосферу остается и по сей день главной проблемой энергосектора Татарстана. О том, что с этим делать и почему самострой на берегах Нижнекамского водохранилища мешает повысить выработку зеленой электроэнергии Республики. Энергетическая проблема на сегодняшний день является одной из самых актуальных для всего человечества. Традиционные источники, такие как нефть и газ, прочие скопаемые, постепенно теряют свою активность, становятся более дорогими и, конечно же, наносят огромный вред окружающей среде. Говоря о зеленой возобновляемой энергетике, ее источники по инвесторическим меркам считаются неисчерпаемыми. Сегодня к зеленой энергетике относятся все невозобновляемые источники энергии. Это солнечная энергия, водная гидроэлектростанция энергии, которые получают гидроэлектростанции, ветровая энергия и много-много других, которые являются возобновляемыми, для которых не нужно тратить чего-то, скажем, из-за чего выделяется углекислый газ. Например, Россия очень мало использует угля, потому что у нас есть газ. В России содержится более четверти запасов газа всей нашей планеты. Мы его добываем в огромных количествах, мы его продаем Европе, Китаю, другим странам. И у нас в быту даже люди используют газ. Поэтому, конечно, в этом смысле Россия является наиболее зеленой страной. Тенденции развития зеленой энергетики вполне можно назвать обнадеживающими. Так, в странах Евросоюза в период 2004-2013 годы доля энергии, получаемой из альтернативных источников, возросла с 14 до 25%. Важно также отметить, что ведущие мировые корпорации всецело поддерживают переход на возобновляемые источники энергии, вкладывая в эту отрасль огромные суммы. Так, в республике Татарстан необходимо повысить уровень Нижнекамского водохранилища для увеличения загрузки Нижнекамской гидроэлектростанции, единственного татарстанского источника зеленой энергии. Поднятие уровня Нижнекамского водохранилища приведет к тому, что прилегающие к нему территории будут подтоплены. Вместе с подтопленными территориями уйдут не только жилые и хозяйственные постройки, но еще ряд уникальных экологических систем. Зеленая энергетика в Татарстане должна развиваться в соответствии с общероссийскими и общемировыми тенденциями по снижению углеродного следа и экологизации промышленного производства. Для республики Татарстан перспективными отраслями зеленой энергетики традиционно может стать сельское и лесное хозяйство. Среди сельского хозяйства необходимо выделить возделывание таких технических культур, как рапс, а также сахарные свеклы в рамках получения биотоплива. В этом случае углеродный след можно будет приравнять к нулю. Елизавета Никитина, Универньюс. Гинекологическое отделение университетской клиники Казанского федерального университета признано лучшим по версии Марс. Все подробности узнавала наш корреспондент Карина Саяхова. Университетская клиника Казанского федерального университета стала победителем конкурса «Лучшая медицинская организация акушерско-гинекологического профиля по Волжского федерального округа по версии Марс». Конкурс проходил в один этап. Результаты были озвучены, исходя из просмотра статистических данных гинекологического отделения, а после начисления 39 баллов из 40 представленных. Диплом вручили в рамках работы 8-го общероссийского конгресса «Репродуктивный потенциал России. Казанские чтения». Этот конкурс впервые я услышала и впервые его реализовала, вот исходя как раз из этих результатов. Ну, там стандартные были наши результаты, то есть те, которые мы представляем в статистических отчетах. Это количество ляпроскопических операций. Не секрет, что сейчас малоинвазивным методикам уделяется большое внимание, то есть это сокращает средний койкодень, это лучшая реабилитация пациенток после ляпроскопической операции. Преимущество отдается сейчас им, и у нас их достаточно большой процент. Гинекологическое отделение униклиники КФУ неспроста признано лучшим. Оно развернуто на 60 койк, оказывает все виды услуг женщин с гинекологическими заболеваниями. Университетская клиника работает в системе госгарантии. Согласно программе ОМС, все оперативные вмешательства проводятся на бесплатной основе. Врачи гинекологического отделения разрабатывают индивидуальные программы лечения, обеспечивая преемственность на всех этапах. Однажды, посетив женскую консультацию и получив лечение в гинекологических отделениях, пациентка впоследствии может стать мамой в родильном доме клиники. А затем и пройти послеродовую реабилитацию, прорабатывать со специалистом вопросы контрацепции и планирования родов. По поводу миомы матки у нас самые хорошие предложения и результаты. Мы занимаемся миомой матки, ну, как все акушеры-гинекологы, на протяжении всей своей профессиональной деятельности. Но особенностью нашего отделения является то, что мы в течение длительного времени и больше всех в Республике Тарстан занимаемся именно имбилизацией маточной артерии, то есть это органно-сохраняющая методика, которая позволяет малоинвазимым доступам, применяя высокотехнологичные методики, справиться с этим заболеванием. Стоит отметить, что в клинике Казанского федерального университета комплексно решаются проблемы женского здоровья. В состав Центра акушерства и гинекологии входит женская консультация, гинекологическое отделение и даже родильный дом. Для консультации определение необходимости в госпитализации при себе иметь паспорт, полис, страховое свидетельство и направление с места жительства на консультацию. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. В Казани прошел всероссийский пленэр, посвященный тысячестолетию принятия ислама в Волжской Булгарии. О том, как это было, смотрите в сюжете. В Казани прошел пленэр, посвященный тысячестолетию принятия ислама в Волжской Булгарии. Пленэр – это написание картин художниками на природе при естественном освещении. Организаторами пленэра являлось Духовное собрание мусульман России. Содействие в организации мероприятия оказывал Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Цель данного мероприятия – это создание высокохудожественных произведений, связанных с принятием исламской религии. Именно поэтому более 50 художников со всей России будут изображать интересные места республики. К нам на пленэр приехали художники со всей страны. Это, безусловно, Москва, Петербург, Киров. Ну и, безусловно, художники нашей республики. В ходе пленэра художники создавали картины, отображающие красоту древних городов, природы, а также сохранившиеся и восстановленные архитектурные и исторические объекты. В данный момент рисую татарскую слободу, старинные вот эти татарские, то, что меня интересует, татарские дома, которых в Петербурге не увидишь, естественно, да? Вот, и прекрасная солнечная погода. Проект способствовал привлечению внимания к культурному, духовному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Рассказ художественным языком живописи о событиях, происходивших в 922 году, позволит привлечь внимание к истории ислама и повысит интерес к истории нашей страны. Амир Ахтямов, Универньюз. На этом все. В студии был Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин